Дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Обычно говорю так, плохо себя чувствую, поэтому с утра встал, записал. Первое, что я хотел бы сказать, что такой замечательный периодический форум, как и та августовская конференция, начало учебного года, как мне кажется, должна проходить не по школам, что тоже хорошо, а в ДК «Прогресс», так как мне кажется, что все учителя города должны слышать основной доклад своего руководителя, участвовать в обсуждении и планировании за настоящий год. Здесь подводятся итоги, разрабатываются стратегии на будущее, это должно знать, мне кажется, каждый год об этом поговорил, она тоже считает, мне кажется, так хорошо было, потому что замечательная форума. Потом хотелось бы сказать, что в мире всем как ни без корма существует помимо добра и зло, как видимое, так и невидимое. Видимая сила зла, которую условно можно назвать США, НАТО, транснациональные корпорации, СОРОС и прочие уже давно пытаются разрушить общечеловеческие традиционные ценности, в частности в России. Сейчас у них, если не секрет, основным стратегическим направлением является компьютеризация, хотя сам все компьютеры вещь и необходимы для нас, а также цифровой террор. И цель, и следствие этого страшное. Это прежде всего, мировое господство своих сил, подавление государственных суверенитетов, разрушение семьи и прочее. На образовательной площадке это умоление о роли учителя в дальнейшем полное изъятие педагога из учебно-воспитательного процесса и, как следствие, электронное воспитание, электронное рабство, то есть воспитание в медицинском смысле дебилов, не способны творческой свидетельной деятельности. Учитель, педагог, наставник – это святые понятия для каждого из нас. Это что-то сокровенное, основополагающее. И даром в Святом Евангелии сам Господь называется учителем и наставником. Долгое время, около тысячелетия, православие на Руси являлось исторической традиционной идеологией. На стране его применяли хранить, и церковь отделили не только от государственных, но и от образования. Сейчас, слава Богу, в наше время, когда нет внятной государственной идеологии, противовес силу ислама, мы постепенно возвращаемся к традициям истоков Святой Руси. В прошлом году в парке «Восток», мы об этом уже говорим, там и рвано, трое наших школ, школьников, совершили тяжкие преступления и убийства. Это, можно сказать, лишь видимая часть альберга, также плоды электронного воспитания. Образованный человек может стать опасным без доброты и нравственности, патриотизма и вошения стажа. Школу должны не только учить, но и воспитывать. Слава Богу, сейчас идет такое доброе направление. Воспитывать нравственного человека. В былые времена учителя учили жизни, помимо, конечно, учебы, они еще и переживали о том, как ребенок живет, чем увлекается, что его беспокоит. То есть заботится о его внутреннем мире. Сейчас же учитель, учителя также, наверное, переживают за это, я думаю, не меньше. Но у них почти нет времени на заботу о душе человека. Они, как мне кажется, находятся в каком-то цепноте от постоянных отчетов, инноваций, как следствия курсов повышения квалификации. То разорили воспитание, сейчас мы опять начинаем понимать, так и не во всех направлениях, в том числе и в образовании, воспитании. Воспитание в Руси всегда занимались, движущая семья, конечно. Конечно, слава Богу, мы сейчас вместе все это понимаем, надо поднимать семью от церковь и школы. Всех детей учили одному – нравственности, любви к небесному, к земному Отечеству. Церковь традиционная из поклон века занимается воспитанием возрастающего поколения. Мы готовы делиться этим опытом. В прошедшем учебном году Арсеньевской епархии и отдела образования Арсеньевского городского округа было подготовлено полотворное совместное работа на различных площадках. Священники и катехизаторы проводили беседы в школах, библиотеках и экскурсии по городу. Проводили совместные культурные мероприятия, сейферский бал, ярмонный хоров, различные конкурсы, поэтические, веро-добро-художественные, красота Божьего мира, библиотекрасная, молодежный вход в конкурс «Сверх Рождества», а также военно-спортивные мероприятия, социальные проекты. В настоящем учебном году у нас также большие совместные планы, и в том числе мы начинаем замечательный фокус проекта «Отсетирование отечества». Главная задача – пропаганда патриотических и духовно-расных ценностей среди молодежи, формирование в соотечественной активной гражданской позиции, приобщение к опыту преемственности поколений, и сохранение исторической памяти русского народа. Особенно хотелось отметить всероссийский конкурс «За нравственные годы учителя», организатором которого является русско-пространственным целом, при поддержке Министерства образования на улице Российской Федерации и Института помощных представителей президента России в федеральных кругах. Основной целью конкурса является стимулирование работы педагогов, воспитания, разведывательных учреждений, подведение перспективных разработок в сфере образования, в задействующих духовно-расландоидительных личностей гражданин России. Период с февраля по апрель 17-го года проходил первый региональный этап конкурса «Приморская метрополия». Там, я вам раз говорил, у нас два слова «Дагогова». На конкурсе были представлены 17 работ, из которых есть половина работы педагогов-4, расположенных на экономической территории Арсеньевской партии, из Арсеньева, Данегорской, Чугойки. Пять работ стали победителями призерами первого этапа, а два из них победителями второго международного этапа Дальневосточного федерального округа. Разрешите поздравить победителей «Приморского этапа». Дипломом первой степени лауреата регионального и партийного этапа второго международного этапа в Дальневосточном федеральном округе конкурс за нравственный подвиг учителя и памятным подарком правящего архиерея награждается. Бердникова Ильина Геннадьевна, учитель русского языка, литературы и обслуживающего архиерея лауреата регионального и партийного этапа конкурса за нравственный подвиг учителя и памятным подарком награждается. Причу Татьяна Александровна, донеситель директора по организационно-массовой работе в Санкт-Петербурге школьной работе. Спасибо, Владыка. Еще хотелось сказать два слова. У нас замечательная работа с отделом образования Арсеневского городского оборудования и замечательные дружеские и деловые, и отношения перспективные. Поэтому очень хотелось бы благодарить и поздравить Тамару Иванову и Яковлевну. Также архиерейской грамотой дана благословение за усердные труды на славу проживания и на славу проживаниям.